Приветствую вас! Давайте попробуем разобраться в вашем вопросе, попробуем понять, что у вас происходит, и я думаю, что выработаем какую-то новую позицию по поводу того, что вам делать, и как себя вести. Итак, я уже очень устала, и поэтому начала ваш сайт в интернете, чтобы услышать мнение со стороны. Ну, во-первых, то, что вы устали уже говорит о том, что вы не забудетесь о себе. Не забудетесь о себе. Немножечко обесцениваете себя, я бы даже сказал. Значит, игнорируете свои потребности, свои желания вы игнорируете. То есть вот, когда человек говорит, что я устал, я устал, я устал, это как бы свидетельствует о том, что человек не заботится о себе. Ну, вот не заботится о себе, и все, тут. И вопрос в том, да, а привык ли он заботиться о себе вообще? Знаете? Поэтому, я думаю, что вот это первый момент, что вы о себе не заботитесь. Совсем. Совершенно. не цените себя, не уважаете себя, не любите, может быть, себя, принижаете себя. Уж я не знаю, почему. Ну, с этим, с этим нужно разбираться еще. Почему так происходит у вас. Вот. Значит, дальше вы пишите о том, что вот мы, значит, с мужем поженились, да, вот. Присоединились 4 года назад. Где-то около года назад я обнаружил, что муж переписывается все-таки с девушками, старыми, знакомыми и бывшими. Обнаружил. Как обнаружить? Почему обнаружить? Как у вас обстоит вопрос с доверием семье? Потому что обычно люди, которые доверяют друг другу, они не проверяют переписку другого. Они обычно просто верят друг другу. Но вы, получается, поверить не смогли. Точнее, вы не верите ему, не верили будете. И, собственно говоря, получилась такая ситуация. да, можно говорить о том, можно говорить о том, что мужчина вас в правах ущемляет. но при этом вы тот факт, что вы одноносили его переписку, тот факт, он говорит о вас, к сожалению, также не с лучшей стороны. вы как-то пришли к этому. Ну, я имею ввиду, к тому, что чтобы посмотреть его переписку. Как-то вы к этому пришли. Ну, а если вы к этому как-то пришли, значит, на это были причины. И эти причины, они скорее всего укроются в том, как мужчина себя вел с вами. Да? Скорее всего, причины кроются в том, как мужчина профессионировал себя с вами, да? И так далее. вот, скорее всего, в чем дело. Вот, скорее всего, в чем действительно проблема. Понимаете? Поэтому я думаю, что проблему вас начинит не с его переписки на самом-то деле, а с некоторых вещей, которые произошли еще раньше. возможно, с ваших подозрений, возможно, с неуверенностью в себе, и так далее. Кстати, по поводу спортивного интереса тоже хотелось бы немножечко уточнить. Если вы говорите, что у вашего мужчины, ну, если он говорит, что у него спортивный интерес, то момент здесь, на мой взгляд, такой достаточно важный получается. То есть, смотрите, мужчина, как бы, у мужчины, как бы, есть интерес спортивный к тому, чтобы, что? К тому, чтобы следовать с другими девушками, да? Получается. Вы, в свою очередь, получается, об этом не знали? Раз, такая ситуация была, нашла. но как вы могли об этом не знать, если это ваш муж, это ваш, вроде бы, близкий человек? Даже либо воспринимали его поверхностно через чур, либо поспешили. Поспешили со свадьбой, поспешили с ребенком, потому что, что? Потому что руководствовались своими желаниями. Я полагаю, что в этом основная беда. Что руководствуясь своими желаниями, вы, ну, по сути, действовали лучше и себе, и, значит, своему братку, своему ребенку и так далее. Я полагаю, что ситуация вот так выглядит. по моему мнению, так как я это увидел. Далее, значит, после того, как я поговорил с ним, пытался с ним поговорить на эту тему, еще я осталась виноватом, что ждало ему переписку. ну, смотрите, как бы, формально, формально, мужчина прав, потому что вы его переписку читать, ну, не должны были. это нарушение личной жизни, границ личной жизни. И, да, вы можете говорить о том, что, как бы, этих личных границ, точнее, быть не должно, потому что мы же живем вместе и так далее, да? Вот. Я с вами здесь, опять же, согласен. Но, понимаете, что каждый человек, он по-разному воспринимает эти личные границы. И вот, ваш муж считает, что они должны быть. И, как бы, изначально это, такие. А вот, еще раз повторяю, почему вы, почему вы позволили себе его переписку читать, это, вот, большой вопрос. Ну, на мой взгляд, большой вопрос. То есть, тут не приблизительно нужно было читать, а о своих ощущениях говорить нужно. Например, о том, что, а все ли тебя устраивает, а все ли тебе нравится, а, как бы, ну, хочешь ли ты живот поменять, там, может быть, нам стоит как разнообразить свою жизнь. То есть, понимаете, о чем идет речь, вот, в таком аспекте. а вы сразу, вы сразу мужчине сказали, что, что читали его переписку. Ну, конечно, ему это будет неприятно. Конечно, ему от этого будет не по себе. Вы вторглись, в его личное пространство. Ну, так или иначе, вы это сделали. Нравится вам это или нет? Ну, вы сделали, вы, вы вторглись, в личное пространство. Вот, вообще. Да, конечно, крепиться это неприятно. Я не спорю. Но, еще раз повторю, у этого есть причины. мать. У этого есть причины. И причины, они не в том, как мужчина себя ведет. Так, значит, обыкновывается тем, что в семье должно быть доверие и некрасиво читать переписки. Я ему сказал, что, может, мне тоже с кем-то переписывать. Ну, вот, смотрите, вы здесь вместо того, чтобы ответить мужчине на его реплику о том, что некрасиво читать чужие переписки. Вы вместо этого говорите про то, что, может быть, и мне переписывать. переписывать. То есть, как бы, вы говорите ему, что я буду, например, ну, скорее всего, я буду тебе мстить, я буду отвечать тебе те же, что ты делаешь, вместо того, чтобы идти на конструктивный диалог. то есть, почему ты это делаешь, для чего ты это делаешь. Вы вместо этого продвигаете вот такую модель поведения. То есть, как бы, заставляете конфликт развиваться. Накаляете, как бы, конфликт этот. Вот. Это, естественно, вашему мужу не нравится, не может, не может нравиться. Он сказал, конечно, нет, ему можно, потому что он мужчина, а я женщина. Ну, вот здесь, опять же, момент какой. Эээ, да. С одной стороны, вроде бы, он не прав. Я, я даже, эээ, больше скажу, что он не прав. Если он что-то позволяет себе, то он, в принципе, эээ, ну, должен, он должен, эээ, позволять это и вам. Да. Но, во-первых, во-первых, речь идет о том, эээ, что нужно вам, чего хотите вы, а переписывать что, скорее всего, эээ, эээ, с другими мужчинами, вы не хотите, потому что вы им это уже сделали. Значит, здесь нужно какие-то другие свои желания реализовывать, на этой почве. Это, это первое. И второе. Если мужчина подразделяет, вот так вот, на, мужчину и женщину, вот таким образом, что, эээ, например, ну, допустим, я чего-то могу, а ты, нет, то, опять же, эээ, это не плохо и не хорошо. Это и его позиция. Вопрос в том, почему вы, эээ, выбрав этого мужчину, и, скорее всего, зная, скорее всего, зная о том, что у него есть, эээ, такая вот, черта, эээ, что он, эээ, подразделяет, вот, эээ, значит, мужские и женские права, вы выходили за него замуж. Опять же, вы можете сказать, ну, вот, он мне, эээ, показался таким, прямо, эээ, мужественным, эээ, он показался мне таким, прямо, вот, я с ним себя, ээээ, подчувствовала, или чувствовала просто, эээ, я с ним себя чувствовала, эээ, защищенной, и так далее. Да, это все правильно. Но, какие последствия у этого, и вы же могли, ээээ, постараться человека, эээ, например, эээ, как-то вот, ну, немного хотя бы, эээ, немного хотя бы, эээ, лучше узнать, вы могли бы, эээ, постараться человека, эээ, немного лучше, ээээ, понять, ээээ, кто он, какие у него, эээ, ценности, и так далее. А вы же, ээээ, этого всего не сделали, вы же, ээээ, эээ, эээ, получается, сразу, ээээ, выстрелить от него замуж. А теперь он говорит, а что ты? Ты соглашаешься со мной? Соглашалась раньше с моей позиции? Почему теперь не соглашаешься? Кроме того, вы отступили, потому что, эээ, я не скандал. Значит, либо вы не уверены в себе, либо у вас страх одиночества, либо, как вы говорите, ээээ, терпите все это ради детей. Про детей я чуть-чуть скажу. Но, если вы отступили, значит, проявили слабость. Значит, показали мужчине, мужчине слабость, ээээ, показали мужчине, что вы, ээээ, ну, готов, готовы, условно говоря, ээээ, мириться, ээээ, 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 этой вот, ээээ, ээээ, позиции, и мужчина понял, что он может делать так дальше. То есть, вы не обстояли, по сути, свои права. Вы не обстояли, по сути, свою позицию. И это очень плохо. Потому что, ээээ, потому что, если уж начали, если уж эээээ, ввязались в разговор какой-то, ну, логично, что его надо довести до конца. Логично, что его надо довести до конца. Вы этого не сделали. Отступили, потому что, ээээ, значит, это, это, могло перейти скандал. Он сказал, что, он делает это из спортивного интереса. И вы, вы, этим удовлетворились. А для? Потому что, спортивный интерес, обначает лишь то, что мужчина не удовлетворен. чем-то. Я не знаю, чем. Не могу сказать, чем он не удовлетворен. Ээээ, чем он не удовлетворен. Но он однозначно не удовлетворен. Спортивный интерес, это либо неуверенность мужчины в себе, либо недостаточное ощущение себя мужчиной. То есть, он перестал чувствовать себя. Он перестал чувствовать себя с вами, мужчиной. И ему для этого нужна другая женщина, чтобы почувствовать себя таковы. Либо вы его чем-то не удовлетворяете. То есть, в любом случае, это проблема. Вы этим удовлетворились, чем-то он вам сказал. И, скорее всего, в своем поведении, ни в его поведении ничего не меняли. Естественно, мужчина увидев, что вы смирились, мужчина увидев, что вы отступили, отступать было нельзя, потому что это серьезно. Вот. Либо ну, вы могли сказать, вот, как бы, для чего ты это делаешь, да, то есть, зачем ты это делаешь. Либо вы могли сказать, что не потерпите такого вот и все такое, и мужчина мог скандалить, он мог обижаться, что он должен был, конечно, для вас классный. Вот. Вы ему этого, значит, не дали понять, и потом увидели, что он, значит, сидит на сайтах знакомств, знакомств, и общается там с девушками, также другими. с девушками. Вот. Значит, так вот, недавно обнаружилось, что он, если на сайтах знакомств сидит, и все так же переписывается с нашими девушками. Ну, если он вам сказал, что, если он вам сказал, что, что, у него, у него, просто, спортивный интерес, почему вас это, заделать? Ну, он сказал, что у него спортивный интерес, значит, так оно и есть, он же вам не изменяет? Нет. Постанавливать переписки и чистить эту историю, но это, чтобы вы не видели, он вам не доверяет, кто жил. Мне, конечно, очень неприятно, но ради детей я выступаю в качестве терпива. А теперь скажите, достойны ли дети того, чтобы вы накладывали на них такую ответственность? Вообще, должны ли дети быть в такой ответственности? Понимаете ли вы, что если вы терпите, то вы негативную энергию транслируете, сливаете на детей, и дети в этом не страдают? Сейчас узналось, что в соцсетях он добавил двух моих знакомых девушек к себе в друзья. Я уверен, что он вышел на них случайно, и не знает, что я их знаю. так, если он сейчас уже начнет с ними какую-нибудь переписку с элементами сверта, я просто сгорю от стыда, так как девушки, так как эти девушки, посмотрев его фото, там есть, там есть, на которых есть я, он и наши дети, точно вы поймете, что это мой муж. так, а вы-то почему за это стыдитесь? Вы-то почему за это ответственность берете? Это же ваш муж делает. Вы, знаете, вы берете на себя ответственность там, где не надо, и не берете ее там, где надо. Кроме того, если мужчина не удаляет эти фотографии, значит, он всем говорит, что он вина, и что у него индиции. А это означает, что он не собирается вам изменять. это означает, что он не собирается, а как-то вот, ну, любовницу заводовать, потому что любовница, видя такое вот, ну, такое дело, скорее всего, никогда не согласится с ней быть. Вот. Но, этот момент, этот момент, он немножечко другой, я понимаю, этот момент немножечко не тот, о котором вы говорите. Почему вы чувствуете ответственность для других людей? Это ваш муж пишет, не вы, в чем ваш, это ваш стыд. А потом, если подруги, эээ, увидят, что он, эээ, там вы, и поймут, что это ваш, эээ, они не будут с ним, как-то, они не будут этого делать. Если это добросовестные подруги, конечно. наоборот, наоборот, они вам расскажут, что вот, такая ситуация, такая вот проблема возникла. Почему твой муж вот так себя ведет? Понимаете? Если это добросовестные подруги, конечно, то это вот, это нужно понимать, что если подруги не добросовестные, то они, скорее всего, не скажут ничего. здесь уже момент такой, может быть, вы боитесь того, что вы подруг потеряете. Но если так, то это немножко другая проблема. Уже. в любом случае, вам нужно пояснить, почему вы берете ответственность на себя за вашего мужа там, где вы ее совершенно не несете, и почему вы, эээ, почему вы не берете на себя ответственность там, где нужно. ссылаешь на, например, детей. Вообще, дети, эээ, часто выступают отговоркой всего лишь нашего. Я терплю ради детей и так далее. Не ради детей. У вас есть страх. Скорее всего, страх остаться одной, возможно, с детьми, с детьми. И, скорее всего, неуверенность в себе. В купе с неприятием себя. Вот мне кажется, что вы себя не принимаете. Совершенно. Мне кажется, что вы себя не принимаете. И если это так, то конечно тогда. Если вы себя не принимаете, то почему ваш мужчина вас должен, должен принимать тогда, если вы, если вы себя не принимаете. Так. Вот. Вы ответите себе на, себе на, на этот вопрос. Вот. Вы хотите, чтобы ваш мужчина вас любил. Вы хотите, чтобы ваш мужчина вас уважал. Хорошо. Вы сами для этого что делаете? Или вы думаете, что ваше отступание и то, что вы терпите, повышит его уважение к вам? Нет. Не повышит. Нет. Наоборот. Он будет думать, еще хуже. А ладно. Вот. Так. Значит. Это переходит все границы. Мне так стыдно. Что вы себе не принимаете в этот момент? Нужно выяснить. Заговорить с ним боюсь на эту тему чего? Так что мы поссоримся и я больше этим ничего не добьюсь. А почему вы боитесь ссоры? Подумайте. Почему вы боитесь ссоры? Это очень важно. Ну поссоритесь вы. Ну обидится он. Ну вам-то неприятно. А вы-то терпите? Вы терпите, что вам неприятно? И вопрос тогда. Что лучше? Терпеть то, что неприятно и быть постоянно в стрессе, неврозе и вредить своим детям? Или подсориться, обидеть мужа, ну точнее сделать так, чтобы он обиделся. И показать ему, что вам что-то неприятно. Действительно. То есть отстоять свою точку зрения. И если вы этого ничего не добьете, значит вас муж не слышит. Он не слушает вас. Он обесценивает вас. Опять же вопрос. Почему? Почему вы на это соглашаетесь? И почему вы это позволяете? Далее. Очень хочется радоститься и не мучиться больше, но ни от стыда, ни от ревности. Но опять же приходится любить ради детей. Про детей сказал. От стыда это не принятие себя, а ревность это как правило страх одиночества. Вы боитесь его потерять, боитесь остаться одна. Ну опять же это личный рост. При страхе остаться в одиночестве это личный рост. Для начала я рекомендую вам представить, что вы сейчас одна. Представить, что вы разводитесь. И подумать, что вы будете делать. Как вы будете свою жизнь обустраивать. Просто вот подумайте об этом. Сделайте страшно более близким к себе. И это поможет вам меньше бояться. Меньше бояться. Меньше бояться. Бояться. Вот. Ну а так вообще вам нужно работать над своей самооценкой, над уверенностью в себе. И не быть в роли терпивы. Потому что терпив не уважают и ни во что не ставят. И разобраться, почему вы боитесь с мужем ссориться. Скорее всего у вас эта модель поведения терпивы идет из детства. Скорее всего ваша мама была такая либо наоборот очень авторитарная и заставляла терпеть. Ну короче в вашей семье вот эта вот черта поведения терпеть она была очень ярко выражена. И вы эту черту переняли и теперь вот терпите своего мужа. Это не хотите изменить. Это все нужно прорабатывать. То есть детско-родительские отношения. Все это прорабатывается в ходе психотерапии. Так что если хотите реально поменять, выбирайте эксперта и начинайте работать. Предупреждаю сразу, что работа в вашем случае регулярная. То есть не одна консультация. Регулярная терапия. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо. Спасибо.